Здравствуйте друзья! Темой этого обзора будет управляемый LED светильник из экосистемы TUI E-Smart мощностью в 100 Вт и режимами белого и цветного света. Кроме большой как для LED мощности, герой обзора может похвастаться корпусом с защитой IP66, что позволяет его использовать для наружного освещения и декоративной подсветки. Кроме базовой экосистемы TUI E-Smart или Smart Life, я покажу несколько методов его интеграции в Home Assistant. А перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства LED прожектор для наружной установки. Освещение. Белый с изменяемой цветовой температурой и цветной. Интерфейс ZigBee. Максимальная мощность до 100 Вт. Угол луча света 120 градусов. Тип диодов. SMD 2835 и SMD 5050 RGB. Индекс цветопередачи не менее 80. Размер 270 на 210 мм. Поставляется устройство в простой картонной коробке. Единственный опознавательный знак на ней наклейка с указанием интерфейса, мощности и рабочего напряжения. Так как устройство имеет защищенный металлический корпус, то из дополнительной защиты внутри нашелся только кусок пленки, который прикрывал стекло светильника. Комплект поставки минимален. Сам прожектор, про который мы сейчас поговорим подробнее. И небольшая инструкция, причем сделана универсально под разные типы светильников. Хотя с точки зрения умного дома, они одинаковы на уровне объектов и точек управления. Герой обзора имеет прямоугольную форму. Думаю, все встречали уличные светильники в таком форм-факторе. Основная часть корпуса черная. Впереди в центре находится панель с светодиодами, подробнее о них чуть далее, вокруг которой расположен белый отражатель. Корпус защищен по стандарту IP66, что позволяет использовать светильник на улице, не боясь попадания влаги. Сзади находится крепление, позволяющее поворачивать светильник под нужным углом. Он сделан из металла и дополнительно выполняет роль охлаждающего радиатора, для чего на нем сделаны дополнительные ребра, увеличивающие его площадь. Разъемы для проводов загерметизированы. Держатель светильника можно регулировать винтом, ослабить для установки под нужным углом и затем закрепить. Светодиоды закрыты закаленным, как заявлено производителем, стеклом. На мой взгляд, все сделано надежно и добротно, каких-то огрехов или недоработок я не заметил. У меня побывало много разных светильников, в том числе смешанного свечения цветного и белого. И везде, насколько я помню, и цветные и белые диоды были равномерно перемешаны по площади. Тут компоновка иная. 240 диодов, 16 рядов по 15 штук. Сверху вниз идут по 2 ряда красный, зеленый и синий, затем по 5 рядов теплых и холодных белых диодов. Теперь перейдем к функциональности устройства, начнем с штатной системы управления Tuya Smart. Так как светильник имеет ZigBee интерфейс, для работы с ним требуется ZigBee шлюз. Я использую проводную версию от Moes. Нужно зайти в его плагин и запустить режим подключения новых устройств. Светильник переходит в режим сопряжения сразу после включения. Это выглядит как дыхание белыми диодами. Для принудительного сброса нужно его 5 раз включить-выключить. После этого, менее чем за минуту, шлюз обнаруживает светильник, проводит интервью и подключает его. При этом он определяется просто как лампочка. Но это по большому счету все равно. Теперь прожектор под видом лампочки появляется в списке дочерних устройств шлюза, к которому он подключен и общем в списке системы. Перейдем в его плагин и посмотрим, что он умеет. Первая вкладка это управление статическим светом. В белом режиме он имеет настраиваемую цветовую температуру, от теплого желтого до холодного белого. В крайних режимах задействуются только белые или желтые диоды. В нейтральном режиме обе группы одновременно. Кроме плавной настройки температуру можно переключить через предустановки. В режиме цветного света вместо нее находится палитра для выбора желаемого оттенка свечения. Внизу находится ползунок яркости. Вот так выглядит регулировка цветовой температуры на самом прожекторе. Хочу отметить, что дрожание, видимое камерой, визуально совершенно незаметно. Вторая вкладка сцены. Тут собраны варианты для динамической подсветки, их довольно много и можно подобрать на любой вкус, настроение или событие. Это выглядит примерно так. Мощность светильника позволяет использовать его на достаточно больших открытых пространствах. Музыкальный режим также завязан на использовании цветных диодов, но их поведение подстраивается под музыку согласно выбранному режиму. Для этого используется микрофон смартфона. На четвертой вкладке собрано все остальное. Первой опцией идет планировщик, который дает возможность создавать самое разнообразное расписание. Для удобства они разбиты на несколько вкладок. Нормальный режим это просто включение и выключение в заданное время и дни недели. Все очень просто и удобно. Например, ночью включаться, утром выключаться, без создания набора автоматизации. Есть режимы имитирующие рассвет и закат, плавное включение или выключение в течение заданного интервала времени. Также есть режим включения в заданный интервал для имитации присутствия людей, причем для каждого дня недели можно указать отдельный интервал. В этом же разделе, но отдельно от расписаний вынесены еще две вкладки. Первая это режим освещения соответственно биоритмом, которые меняются с течением времени суток. Все настройки можно подогнать под себя. Вторая это просто таймер, который можно установить в промежутке от 1 секунды до 24 часов. По истечении этого времени светильник изменит свое состояние. Включится если был выключен или выключится если был включен. Далее на четвертой вкладке есть интересная опция не беспокоить. Это некая замена режиму памяти состояния. Когда ее активировать, то в случае если пропадет электрика, а светильник был выключен, то при ее появлении он останется выключенным. Такая опция мне уже попадалась при тестировании LED контроллера Moes ZLDR-CV, ссылку на его обзор я оставлю в описании. Режим свет по умолчанию дает возможность установить режим, в котором светильник будет включаться при подаче питания, в том случае, если не установлена опция не беспокоить, либо прожектор работал в момент отключения. Пригодится если он управляется по питанию. А режим градиента это просто плавность включения и выключения в секундах. Тут установлен 5 секундный градиент на включение и выключение. С учетом мощности светильника, плавность будет не лишней. Скорость реакции при работе через приложение практически моментальна. Но стоит помнить, что базовая система управления зависит от канала доступа в интернет. Светильник можно использовать и в автоматизациях, причем как триггер и как действие. В разделе триггеров доступно 7 вариантов различных событий, однако стоит помнить, что не все из них можно как-то применить на практике. Наиболее востребован триггер состояния, включено или выключено. Далее идут менее востребованные режим работы светильника, яркость и цветовая температура в режиме больше, меньше или равно указанного значения. И завершаются наиболее экзотическими опциями, для которых нужно постараться придумать прикладное применение в автоматизациях. Для раздела действий доступны те же семь опций, только тут система уже не следит, а изменяет статус. Огорчило отсутствие опции переключить, есть только включить и выключить, это не так удобно как пользоваться переключать состояние на противоположное. Режим работы, яркость и цветовая температура вполне нормальная, логичная и применимая функция, дающая максимальную гибкость управления светильником. Таймер в принципе тоже можно где-то применить, хотя в автоматизации можно и указать задержку. Режим не беспокоит, лично мне представляется разовой настройкой, хотя с другой стороны он никому не мешает. Но вот опция предела уровня связи, в принципе понятная для триггеров, абсолютно инородная в действиях. Обзор штатного приложения управления завершим в меню общих настроек. Тут указана совместимость с Amazon Alexa и Google Home, можно включить уведомление о переходе в статус офлайн, дать доступ к управлению другому человеку, создать группу с другими светильниками. Для быстрого доступа к плагину, его можно вывести прямо на рабочий стол. Тут же есть меню обновления прошивки, но ничего нового мне установить не предложила. А также опция удаления системы и сброса в заводские настройки. Google Home работа устройств Tuya Smart обеспечивается через облачный аккаунт, который нужно подключить в разделе устройств совместимых с сервисами Google. В списке нужно выбрать Tuya Smart, ввести свои учетные данные и после этого все поддерживаемые устройства будут попадать сюда автоматически. Светильник появился, так что поддержка действительно есть. Изначально его видно под тем же именем, что присвоено в Tuya Smart, но его можно изменить на более удобное, в родном приложении оно не изменится. Тут доступно как базовое управление включить-выключить, так и все регулировки, яркости, выбор оттенка белого свечения или цвет в RGB режиме. Динамических сцен как и других настроек, расписание, таймеры режимом не беспокоить тут конечно нет, зато есть голосовой ассистент. Как и другие ZigBee устройства, герой обзора имеет несколько вариантов интеграции в Home Ассистем. Начнем с штатной Tuya, которая аналогично Google Home работает на уровне облачного аккаунта. После первичной настройки, для которой нужно еще зарегистрироваться на платформе iotuya.com, все поддерживаемые устройства будут появляться в интеграции автоматически. Прожектор появился как стандартный двухрежимный светильник, с возможностью установки яркости, цветовой температуры или цвета. Дополнительных параметров нет, как и в Google Home. Достоинством этого метода является то, что устройство будет одновременно работать и в родном приложении в Home Assistant, недостатком зависимости от интернет. Теперь перейдем к локальным методам, которые не зависят от наличия доступа к интернету. Начнем с официальной интеграции Zigbee Home Automation. У меня используется координатор на базе стика CC2652P. Режим сопряжения на светильнике активируется автоматически при первом включении питания, либо после того, как устройство было удалено с предыдущего координатора. При необходимости принудительного сброса, нужно пять раз включить-выключить его. Светильник опознался и добавился корректно, это хорошая новость. Подобно подавляющему большинству Zigbee устройств с стационарным питанием и нулевой линией, прожектор является роутером, то есть может передавать через себя данные для других узлов сети, тем самым увеличивая ее покрытие и емкость. Управление светильником стандартное, режим белого света позволяет регулировать яркость и цветовую температуру. Цветной, кроме яркости, дает доступ к палитре цветов для выбора желаемого оттенка свечения. Кроме объекта Light, интеграция добавила еще один, который должен устанавливать световую температуру при включении прожектора. Настройка должна быть в пределах от 153 до 500, где 500 это максимально желтый теплый свет, а 153 это холодный белый. Правда, видимого эффекта от изменения этого параметра я не заметил. Перейдем к Zigbee TomQTT, еще одной интеграции, точнее дополнению для работы с Zigbee устройствами. Актуальная версия на дату проведения теста 1.28.4. Хорошая новость, устройство обнаружилось, опозналось и добавилось как поддерживаемое стандартно. Система подставила для него универсальный конвертер для двух режимных светильников, лампочек, контроллеров LED-лент и подобных им устройств. Страница экспозиции выглядит так. Переключатель включения-выключения, ползунок яркости, далее идет регулятор цветовой температуры с кнопками для быстрой установки 5 режимов от теплого до холодного. Шкала тут также в диапазоне от 153 до 500, где 500 это максимально желтый теплый свет. Все предустановки работают корректно. Выбор цвета также функционирует правильно, цвета светильника соответствуют тем, что выбраны на странице управления. Еще есть несколько световых эффектов. По опыту тестирования таких светильников могу сказать, что чаще всего их смена не приводит к какой-то видимой реакции, но в данном случае эффекты работоспособны, прожектор реагирует на них. А вот режим выбора поведения после восстановления питания не работает. При попытке установить какое-то значение появляется ошибка. Также при стандартном подключении отсутствует управление настройкой не беспокоить. Все опции страницы экспозиции через сервер Mosquito Broker и интеграцию MQTT попадают в Home Assistant. Светильник тут не отличается от уже рассмотренной нами ранее функциональности. Режим белого света. Цветной режим с палитрой выбора цвета. Единственное отличие от ZHA наличие нескольких световых эффектов, для них создается отдельный объект Select. Тот же список эффектов, выбор которых заставляет светильник мерцать с разной частотой и интервалом. Я уже упоминал, что наличие у прожектора режима не беспокоит, напомнило мне LED контроллер Moes ZLDRCV, который тоже поддерживается в ZigBito MQTT. Он тоже является роутером и его номер модели тоже TS0505B, другой только код производителя. Его страница экспозиции выглядит так. Тут есть управление режимом не беспокоить. Поэтому я решил попробовать поработать с его конвертером. Его код доступен в официальном репозитории ZigBito MQTT в библиотеке устройств Moes, ссылку вы найдете в описании. В нем я нашел конвертер для этого LED контроллера. Способ создания конвертера абсолютно аналогичен тому, как я показывал в своем прошлом видео про реле на Динрейку. Нужно скопировать стандартный код между открывающей и закрывающей фигурной скобкой и вставить между таких же скобок в заготовку для файла конвертера. Далее меняем код производителя и при желании название и описание устройства. Ссылку на готовый конвертер смотрите в описании под видео. Далее в папке аддона, которая по умолчанию находится в корневом каталоге и так и называется ZigBito MQTT, создаем пустой файл с расширением .js, имя произвольное, я обычно использую код производителя и вставляем в него код конвертера. В интерфейсе ZigBito MQTT в настройках ищем опцию внешних конвертеров, добавляем новую строку и вставляем в него название созданного файла. Переподключаю устройство, созданные вручную внешние конвертеры имеют более высокий приоритет перед штатными и применяться будут именно они, даже если система поддерживает эти устройства, так и в этом случае. Картинки тут нет, при желании можно конечно сделать, но мне кажется это совершенно не критично. Главное, корректная работа устройства. Страница экспозиции теперь такая же, как и у контроллера LED ленты, кроме того, что не работающая опция настройки поведения после восстановления питания тут осталась, но это тоже совершенно не критично. Главное, что появилась возможность управлять режимом не беспокоить. Напомню, если он включен, то в случае сбоя питания, когда светильник был выключен, при его восстановлении он останется выключенным. В Home Assistant он тоже пробросился в виде отдельного переключателя. Я его протестировал, работает корректно. Конвертер для контроллера LED ленты подошел. Осталось проверить еще один распространенный способ SLS-шлюз. Официальная прошивка на дату проведения теста от 26 ноября 2022 года. Подключение стандартное, про него я уже говорил. Отсутствие картинки говорит о том, что устройства нет в базе шлюза. Так и есть. Этот код производителя не распознался, поэтому прожектор тут помечен статусом не поддерживается. Вот страница информации о нем. Сейчас тут установлен нулевой конвертер, он применяется по умолчанию, если у устройства нет своего отдельного. Но мы помним про контроллер для лент, который поддерживается тут. Номер его конвертера, можно посмотреть в каталоге устройств 192. Нажимаем внизу кнопку ручной конфигурации и указываем этот номер. Теперь прожектор распознался корректно, правда как контроллер, но на функционирование это никак не влияет. Страница состояний. Тут есть все опции, включение и выключение, управление яркостью, цветовой температурой и цветом, а главное режим не беспокоить. Я проверил его работоспособность, все в порядке. Выключенный светильник при подаче питания такими остается, если активирован этот режим. Чтобы не пришлось менять номер конвертера, поддержка прожектора добавлена в базу и будет доступна на прошивках не старше от 7 декабря 2022 года. Тут использован тот же самый конвертер, но с указанием кода производителя этого светильника, что дало возможность установить и корректную картинку. Номер героя обзора в каталоге устройства салат шлюза 248. За оперативное добавление, моя благодарность автору прошивки Григорию и команде энтузиастов, которые делают много полезных вещей для улучшения работы SLS шлюза. Страница состояний не изменилась по сравнению с уже рассмотренной, так как тут применен тот же самый конвертер. В Home Assistant проброс идет также через MQTT и выглядит так. Светильники переключатель режима не беспокоить, остальные опции в виде сенсоров, отображающих текущее состояние. Объект Light, режим белого света с управлением яркостью цветовой температуры. Он же в цветном режиме, с палитрой. Тут все то же самое, что мы рассмотрели ранее. И переключатель, объект домена Switch, для управления режимом не беспокоить. Подведем итоги, герой обзора это уличный светильник в защищенном корпусе, поэтому базовая сфера применения это частные дома. В многоквартирном доме вам тоже никто не запретит его использовать, но есть ли в этом необходимость решать вам. Светит он действительно очень ярко, а наличие двух режимов работы, белого и цветного, позволит решить задачу и основного освещения и декоративной подсветки. К качеству сборки у меня претензий нет, все на вид, добротно и качественно, но конечно лучше покажет длительная эксплуатация. С поддержкой в системах управления проблем нет, все рассмотренные способы оказались рабочими, только с разной степенью функциональности, которую для ZigBiton QTT можно расширить при помощи внешнего конвертера. Каких-то явных минусов, кроме дрожания видимого только на камеру при диммировании, я не обнаружу. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылки на устройство показанное и упомянутое в обзоре, на видео по этой теме, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!